Эта история началась еще в 2008 году, когда швейцарец по имени Джейси уловил телепатический приказ от гуманоидов, которые приказали ему построить порт для НЛО. После этого происшествия Вернер переехал в небольшой городок Качи, где и приступил к этому грандиозному строительству. Строительство порта для НЛО закончено. С высоты видно фантастические узоры, выложенные из темного и светлого камня. Доподлинно неизвестно, воспользовались ли инопланетяне этим портом. Сам Вернер прокомментировал это так. 24 ноября 2008 года я увидел в небе несколько светящихся точек, летевших примерно на высоте 200 метров. Эти объекты были идеальной формы и имели металлический отлив. Один объект направил на меня свой луч света. Я впал в своего рода оцепенение и стал получать мысленные приказы. Инопланетяне подробно объяснили мне, каким должен быть порт для внеземного транспорта. Этот внеземной порт находится в 4 километрах от Качи. В его центре расположена огромная звезда с 36 лучами. Диаметр составляет 48 метров. Посреди главной звезды имеется второстепенная, которая выложена из темного камня. Спустя всего пару недель после этого комментария, Вернер исчез и больше его никто не видел. Местные жители, шутя на этот счет, говорят, что Вернера просто забрали те, для кого он строил этот порт. Что если Вернер был прав? Его построенный порт сработал и принял своих первых космических путешественников, так как замечена небольшая магнитная аномалия в радиусе этого порта, которая ранее не была замечена. И каким-то чудесным образом вся поверхность камней этого порта немного изменила свою структуру всего за пару дней. Скорее всего, Вернер устал от постоянных насмешек в свой адрес и решил просто улететь с этой планеты. Напишите, что вы думаете об этом. Мира вам и процветания. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok